Здравствуйте! Шалом! Сегодня 3 ноября 2021 года. Вы послушаете выпуск новостей на легком иврите. Это будет иврит пятого уровня сложности по стандартам нашего канала из десяти возможных. Я хочу напомнить вам, что для нахождения видео на нашем канале вы можете воспользоваться каталогом. Ссылки на каталог в описании под каждым материалом. Я сначала прочитаю текст новостей, потом его разберу. Шалом! אתם шумием хадשות в Кулеизм. Эрбил. Археологи ма Италия мачу якев מהתקופа של האимпперия האשурит, לפני כ-2700 шна. Явне. Археологи мачу кאן таббат עתיקа, мизаев, им овен якоро. Яфо. Ашавуа, בכнесея הקатолит, баир, אמרу кадиш, овура комер Грегор Павловски, שנולад кияаков Гринер, והוא бикеш легбор אותו בבית הקварот היהודи, леяда кровим шило беполин. Разберем. Шалом! אתם шумием хадשות, беку леизм. Здравствуйте! Вы слушаете новости по голосу Коз. Эрбиль. Это столица автономного округа Курдистан на территории Ирака, северная часть Ирака. Археологи ме Италия мацу екев מהתקופа של האимперия האשурит, лефней ке альпаем вешва маучана. Археологи из Италии нашли винодельню с периода Ассирийской империи 2700 лет назад. Обратим внимание на слова, которые нам могут быть интересны. Екев – это винодельня, предприятие по производству вина. Обратите внимание, как я произнес слово археологим, или археологим, можно сказать, в словах явно не семитского происхождения. Ударение обычно не падает на окончание им. Мы не будем говорить археологим, археологим или археологим. Я приведу более такие примеры, которые на слуху. Студент – это студент, во множественном числе студентим. Например, танк, танким, не танким, а танким. Трактор, трактор им. Чувствуем, ударение не падает на окончание им. Слово ашур – это ассирия. Ашури – ассирийский. И я покажу, как это выглядит. Здесь мы видим две емкости. И каждая из них, я так предполагаю, это не менее 15 тысяч литров. Мы видим возле каждой большой емкости для хранения. Еще есть емкость. Здесь ногами просто получали из винограда вино. Пресс такой, ногами. И учитывая то, что здесь две емкости для хранения, это говорит о том, что минимум одна из них была переполнена. То есть возникла необходимость во второй. И по масштабам древнего периода, это очень большое производство. Огромное производство. Я покажу, как это выглядит с расстояния. И мы понимаем, что, скорее всего, эти емкости, они были уже как бы не видны. Они были заросшими. И археологам удалось их обнаружить, очистить. И теперь явно видно, что это древняя винодельня. И археологи нашли здесь древний перстень из золота с драгоценным камнем. И мы обращаем внимание на слово АТИКА. АТИК это древний. И так как у нас последняя буква корня КУФ, как в слове АТИК, легко понять это, перед буквой КУФ в корне, и получается всегда перед буквой КУФ в иврите, если это исконно-евритское слово, нельзя писать ТЭТ, пишется буква ТАВ. Если вам непонятно было то, что я сейчас сказал, я рекомендую посмотреть или прочитать мой материал, который называется «Правильный иврит», где я рассказываю о том, как вычислять в кавычках ТЭТ, ТАВ и другие буквы АЙН, АЛЕФ. Я сейчас повторяться не буду. Обратим внимание также, что слово ЭВЕН, несмотря на то, что у него нет характерного для слов женского рода окончания, А буквы ГЭЙ или ТАВ, как окончания, это слово женского рода, поэтому здесь ЭВЕН, ЕКОРА, ЕКОР – это дорогой, ЕКОРА – дорогая, дословно камень дорогая. И когда говорят дорогой камень, дословно дорогая, то подразумевают драгоценный или полудрагоценный камень. Слово ТАБААТ по контексту можно перевести как КОЛЬЦО или ПЕРСТЕНЬ. Я покажу, как выглядит этот найденный предмет. Очень красивое изделие, древнее. ЯФО – это название города, это, по сути, пригород Тель-Авива, муниципально объединен этот город с Тель-Авивом. АШАВУА, БАКНИСИЯ, КАТОЛИТ БАИР, АМРУ КАДИШ, АВУРА КОМЕР, ГРЕГОР ПАВЛОВСКИЙ. На этой неделе в католической церкви, по смыслу мы переведем, как в костеле, в городе, сказали КАДИШ или произнесли КАДИШ в честь или в память священника Григория Павловского. Слово КНИСИЯ – здесь тот же корень, что в слове ЛЕЙКОНЕС – ВХОД. изначально значение этого корня – СОБРАНИЯ. Так же, как, например, СИНАГОГА БЕЙТ КНЕСИТ и АКНЕСИТ – это ПАРЛАМЕНТ ИЗРАИЛЬСКИЙ, то есть ВЕЛИКОЕ СОБРАНИЯ, то и мы чувствуем здесь один и тот же корень, как в слове НЕХНАС – ВХОДИТ, ВХОДИТ, как бы СОБИРАЕТСЯ в одном месте, получается. Мы обращаем внимание, что слово КАТОЛИТ здесь не действует правило, как бы, ивритских слов с буквами КАВ, ТАВ, то есть в корне слова, если это ивритское слово, после буквы КУВ не может быть буквы ТАВ. Я об этом тоже объясняю в книге «Правильный иврит», но так как это слово не ивритское, то эти правила ивритские здесь не соблюдаются, и придется просто запомнить, чтобы мы почувствовали разницу. Если бы я здесь написал ТЭТ, то вот этот корень КАТОЛЬ, КАТАЛЬ, он означает умерщвление в иврите. Здесь явно что-то другое имеется в виду, поэтому с буквой ТАВ. Это просто, чтобы не перепутать, нам это поможет в перспективе. Слово КАДИШ мы чувствуем здесь тот же корень, что в слове КАДОШ. КАДОШ это святой, и КАДИШ это что-то связанное со святостью. И когда говорят КАДИШ, подразумевается особая молитва прославления, прославление Всевышнего. И часто, когда просто говорят КАДИШ, без уточнения подразумевается вот эта молитва прославления в память о умершем человеке. И в данном случае это очень нестандартная ситуация, когда КАДИШ говорят в память о священнике. Я подчеркиваю, что здесь слово АМРУ используется, потому что КАДИШ именно нужно сказать, не прочитать, а проговорить. Поэтому здесь АМРУ КАДИШ в честь или для КОМЕР, когда говорят на иврите, подразумевается христианский священник. Не священник из ислама или из какой-то другой религии, а именно христианский священник. В данном случае это будет КСЕНС, потому что речь идет о католической церкви. И ШЕНУЛАТ КИЯКОВ ГРИНР, КОТОРЫЙ БЫЛ РОЖДЕН, КАК ЯКОВ ГРИНР, этот священник. И он просил похоронить его на еврейском кладбище возле его родственников в Польше. Слова, которые нас здесь могут заинтересовать в плане иврита, ЛИКБОР, это похоронить, и этот же корень в слове КВАРОТ. Мы обратим внимание, что МОГИЛЫ на иврите это КВАРИМ, но при этом сохранилось в иврите словосочетание БЕЙТ КВАРОТ, как бы ДОМ МОГИЛ, и подразумевается КЛАДБИЩЕ. Хотя, если мы просто хотим сказать МОГИЛЫ, я еще раз подчеркиваю, то будет сказано КВАРИМ. И это не единственное словосочетание для передачи значения кладбища, есть и другие словосочетания. И я покажу, как это выглядело. То есть мы видим здесь католические священники, и еврей в кипе читает КАДИШ в память о КСЁНЗЕ ГРЕГОРИ ПАВЛОВСКОМ. Этот человек родился в Польше незадолго до начала Второй мировой войны. И когда началась война, польские священники католические, они спасли ему жизнь. Он по поддельным документам находился в католическом монастыре. И все его, или может быть большинство, я не знаю точно, его родственников были убиты. То есть буквально спасли ему жизнь тем, что взяли его в монастырь. При этом он всегда знал, что он еврей. И он какое-то количество лет назад сделал себе памятник, для того, чтобы после смерти его похоронили рядом с родственниками в Польше. И этот памятник во время поездки в Польшу случайно заметил Равин. Он обратил внимание, что на памятнике есть дата рождения, а нет даты смерти. И написано, что здесь похоронен Ксенц, то есть католический священник, имя его. И удалось найти этого человека. Оказалось, что он живет в Яфа. И у него появились знакомые Равины, то есть он, в том числе Мезузы у него дома были. И сейчас вот в память о этом человеке его знакомые прочитали Кадиш. Это очень нестандартная ситуация. Я очень надеюсь, что это было интересно в плане иврита, и может не только в плане иврита. Спасибо за внимание. С вами был Марк Харах, Лейтраут. Продолжение следует...